Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Истории Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Я дожил до мудрого возраста и думал, что житейские удары, которые наносит нам судьба, остались позади. Еще год назад, отмечая свое 65-летие, я был полон спокойствия и уверенности. Жизнь удалась, и я доволен собой. Но как же я ошибался? На мой день рождения собралась вся семья. Дети, внуки. Моя любимая жена Марина накрыла шикарный стол. Все прошло отлично, и жизнь наша вновь пошла по накатанной. Но через пару недель после моего юбилея жена стала жаловаться, что головные боли, которые мучили ее уже давно, усилились. Я повез жену в Ставрополь на обследование. Врачи диагностировали у Марины злокачественную опухоль головного мозга. Боль теперь преследовала жену день и ночь, лишая ее последних сил. Мой цветочек, моя ненаглядная, увидала на глазах, а я терзался от отчаяния и бессилия. Я не был бедным человеком. Две канифермы дают неплохой доход, который позволил нам оплатить учебу дочерей в Англии. Ради Марины я готов был заложить самую последнюю подковку моих скакунов. Но врачи сказали, что надежды нет. Болезнь съела жену за два месяца. А я выл зверем, выйдя в степь после похорон. Держать удар меня учил тренер по боксу Семен Гаврилович. Еще деревенским пацаном я бегал за 9 километров в старицу на тренировке. Прошло почти шесть десятилетий на уроке усатого фронтовика заложили основу моей судьбы. Не раз они спасали мою жизнь. Но уход жены стал ударом ниже пояса. Жить не хотелось. Но я встал и продолжил раунд. Второй звоночек судьбы застал меня в Ставрополе через три месяца после похорон. Я приехал из станицы на встречу с нашими арабскими друзьями, которым мы поставляем скакунов. По телефону голос моего заместителя звучал нервно, выражая тревогу. Нужно срочно приехать. Есть проблема с лошадьми. Я прикатил в станицу одновременно с вереницей машин Росгвардии. Они разворачивались вокруг моих ферм, выставляя оцепление. Говорят, в одну воронку два раза снаряд не попадает. Это все неправда. В моем случае он нарушил законы вероятности. Имя этому снаряду – сибирская язва. Знакомые юристы рассказали мне, что я еще легко отделался. В конце 60-х годов прошлого столетия здесь уже вспыхивала эта древняя болезнь. Конезавод потерял тогда больше половины питомцев, а директор и главный ветеринар уехали валить сосны в республику Коми. И вот снова это случилось. Я потерял всех лошадей и свою репутацию бизнесмена. Третьего звонка я ждал осознанно. Интуиция подсказывала мне, что кто-то могучий там, наверху, испытывает меня на прочность. Не потерял ли я силы держать удар? И я не ошибся. Позвонила сестра Люба, которая сообщила мне о смерти матери. Я рванул к ним. Наша мать, работница леспромхоза, родила троих. Я и Люба покинули деревню, чтобы найти счастье в других местах. Мой брат Иван остался в деревне и жил через два дома от мамы. Он был алкоголиком. Дорога от Ставрополя до Старицы занимает 20 часов езды на машине. Я сел в свою Тойоту такому сразу после звонка сестры. Времени все обдумать было предостаточно. Люба жила в Магадане, а я имел все шансы прибыть на похороны раньше ее. Сестра сообщила мне еще одну деталь смертью мамы. Мама погибла в огне пожара, пытаясь спасти моего непутевого брата. Когда загорелся дом, он спал пьяным в соседнем сарае. Моя мать была родом из донских казаков. Она была сильной женщиной, давшей нам пример жизнелюбия. До последнего момента ее руки не знали отдыха от работы. Эти руки обеспечивали нас едой и одеждой, дарили ласку и тепло. Наша мама была пивуньей и красавицей, работящей и доброй женщиной. Отец умер, когда мне было восемь лет. Он прошел снайпером от Ржева до Кёнигсберга и вернулся домой с осколком в груди. Война забрала его через двадцать лет после победы. Мама же наша прожила восемьдесят восемь лет, как сейчас принято говорить в твердом уме и в здравой памяти. И вот теперь ее нет. Я управлял машиной, быстро несущей меня в родные места, но сердцем был далеко. Я смотрел внутрь себя и видел там огромную дыру. Давно, очень давно кто-то вырвал часть моей души, но кто вырвал и почему, я заметил только сейчас. Воспоминания рвали мне душу. В детстве мы с братом были очень дружны. Мы были не разлей вода. Я тогда имел две страсти – бокс и древняя история. Брат Иван был на два года старше меня и также любил историю. В свободное от уроков и работы на потворье время мы носились по берегу игуменки. Искали утерянный меч князя Михаила и другие раритеты. А души наши взмывали в голубое небо в поисках ответов на вопросы. Как давно это было? Теперь мы враги и между нами пропасть. Так сложилось. Возле Павловской я остановился заправить машину. Стемнело. Я купил кофе и посмотрел на звезды над своей головой. Внутри меня было так же пусто и холодно, как на этом небе. В машине мои размышления продолжились. Я не был в родных местах с того момента, как сел на московскую электричку в Калинине. Я больше не видел Ваню и не видел мамы. Дыра в моей душе болит и имя у этой боли – брат. В детстве мы искали утерянный меч Тверского князя Михаила. Он ездил в Орду с посольством и хан Мингу подарил это оружие князю. По легенде меч приносит раздор. Брат поднимает руку на брата, а развалившееся царство не устоит. Мы же с братом не поделили девушку. Эта девушка – Настя – и стала тем мечом раздора, который развалил нашу дружбу. Настя жила в соседнем селе. Мы знали ее с детства, ведь учились все в одной школе. В детстве мы часто играли втроем, и именно Настю мы посвятили в нашу мечту найти меч Михаила. Вот мы стали старше, и красная ява с коляской мчит нас в город Калинин. Здесь мы ходим в кино и едим мороженое. Мы делаем это втроем и не знаем, что скоро нашей дружбе конец. Мой брат не занимался боксом, но правила уличной драки он знал. Бей первым. Мы с Ваней поступили в Калининский сельскохозяйственный институт. Я учился на первом, а брат на третьем курсе. Настя осталась работать в колхозе, и на каникулах мы часто сидели втроем на веранде нашего дома. Я мечтал о Насте, но бесконечно откладывал момент объяснения. Я любил ее, но сказать об этом боялся. Вдруг она не ответит мне взаимностью. Я так и не решился рассказать ей о сокровенном. Все откладывал на потом. Ваня был всего на два года старше меня, но хитрее на целое поколение. Что произошло с ним? Почему он так изменился? Теперь я знаю, что убить человека можно не только мечом. Слово способно на большее. Меч убивает тело, а слово убивает наш образ в сердцах близких людей. Иван тоже любил Настеньку, он оболгал меня перед ней и посеял в сердце Насти горький корень. Через годы я узнал, что и из института меня выгнали из-за Ванькиной анонимки. Вы, конечно, можете сказать, если бы она по-настоящему любила, то не поверила бы лжи. Кто знает. Судьба развела нас всех в разные стороны. Я попал в Афганистан и остался на сверхсрочную службу. После вывода войск я служил в Валярье, где и встретил Марину. Я был счастлив с ней. А Иван, он женился на Насте, но в браке они жили недолго. Что-то пошло не так. Я хоть и не верю в разные приметы и суеверия, но одно я знаю точно. Счастье на лжи и подлости построить невозможно. Возле Улитина я остановил машину на обочине. На рассвете я снова тронусь в путь. Остался последний рывок. Но почему так стучит мое сердце? Скоро я увижу брата и встречусь с сестрой. Мы придадим тело маме земле. Лишь одна мысль не давала мне покоя. Я должен был что-то понять, что снимет с моей души непонятную тяжесть. Брат совершил подлость. От ошибки никто не застрахован. Но для меня с тех пор его просто не существует. Я вырезал добрую память о нем из сердца. Я не видел Ивана больше 30 лет. Я не видел маму столько же и теперь понял, что вместе с памятью о брате убил и память о маме. Мы можем многое вернуть. Бизнес, деньги, даже здоровье. Но души близких людей мы вернуть не можем, если убиваем память о них. Спать не хотелось. Я почти сутки на ногах. Для моего возраста это удивительно. Я подумал о том, что, возможно, эта родная земля дает мне силы. На рассвете я въехал в Старицу. Здесь я оставил машину и пошел домой пешком. Вот дореволюционное здание спортивной школы. Остовы церквей за десятилетия еще больше обвалились. Я видел, что мой край совсем опустел. Но я знал, что здесь мое сердце. Я понял, что со мной не так. Нужно простить. Простить брата за подлость, которая эхом обиды все еще отдается в моей душе. Простить и отпустить. Я остановился и тихо прошептал. Прощаю. Что-то изменилось, я почувствовал, что зияющая брешь в моей душе исчезает. На сердце стало вдруг легко и спокойно, и я, обновленный, направился к своим родным. Я простил брата и получил исцеление. Всем спасибо за внимание. Желаю всем душевного спокойствия и чтобы у вас всегда было все отлично. До новых встреч.